Детская площадка стала причиной непримиримой соседской борьбы. Дошло до того, что враждующие стороны просят рассудить губернатора. В поселке Дачный под Держинском жители за собственные деньги построили небольшой детский комплекс. Так как дело происходит в поселке, то площадка, естественно, стоит рядом с забором жилого дома. И вот хозяева этого дома решили, что им нужен второй подъезд и потребовали площадку снести. Да еще и подключили к сносу местную администрацию. Страсти в поселке кипят. У вас просто есть вот что-нибудь человеческое, у детей отобрать песочницу. Так ее никто не хотел забирать, значит. Вы манипулируйте. Это мы делали все за свой счет. Все сделано жителями. Мы ни у кого ничего не просили. Соседи хотят здесь сделать какой-то выезд для своих машин. У них одна аргументация, у них одна – хочу. У нас расположение участка таково, что мы можем и с той стороны заехать, и с этой можем заехать. Придумовая территория, прилегающая. Вот у нас есть постановление администрации. Вот сюда, 8 метров от забора. 8 метров – это прилегающая. Она не наша. Она прилегающая, и мы за нее несем ответственность. Во-первых, место для детской площадки не определено. Это самострой. Есть постановление администрации. Это должны убрать. К сожалению, мы всегда конструктивно можем разговаривать. Наши дети должны вот кинуть к ногам вот этого гражданина. Вам нужен выезд для чего? Вы здесь неспокойно. Я машину хочу здесь поставить. Вместо детской площадки поставить машину. И что? У нас забор 23 метра. Нам мы всего просили 3 метра. Всего 3 метра. Мы хотим сдвинуть. Нам не надо 23. Мы понимаем, что реально детям надо. И то нет, уперлись. И все. Постановлением администрации. Смотрите, она дерется со мной. Она со мной дерется. А вы первые. Ну, может, ему ступить на 3 метра, площадку передвинуть. И будет и переезд, и заезд, и будет площадка. Вот туда, в ту сторону, удвиньте. Если мы удвинем туда, вот, посмотрите, там нужно пилить деревья. Там ближе к куду. Там лес. Анатолий, который ее построил, он за ней ухаживает. Здесь приятно находиться. Детей много. А вот они хотят снести эту площадку. А чем тебе удобна эта площадка? Чем тебе нравится эта площадка? Ну, мы тут все лето играем. Каникулы. Там Максим приходит. Все играем. Ребята вы организовали против-напротив своего дома. Самовольно построили. Потому что у них нет документов на этой земле. Да Юра, соответственно, площадка не имеет права. А поспросите, она откуда? Она в администрации работает. Нет, подожди, секундочку. Да какая разница, где я работаю? Я живу здесь. Да какая разница, где я работаю? Вы работаете в администрации? Ответьте на этот вопрос. Я не работаю в администрации. Администрация города Дзержинска приезжала, был совещанец здесь. С такой формулировкой, что здесь мешает выезд вот этому господину. Нужно убрать, срезать все сооружения детской площадки. А дальше они там посмотрят, рассмотрят, каким образом здесь поступить. А может вначале площадку тут построить, которая хорошая? А потом же с этой решим вопрос. А то вначале давайте сломаем, а потом либо и шаг сдохнет, либо поди шаг. Территория заезда нашего оппонента, вот как в футбольное поле, можно даже и больше. Здесь он может заезжать, туда машины могут подъезжать. Также может стоянку здесь делать. Зачем ему именно ту территорию? Пояснил родственник, чтобы туда привозить дрова, навоз. Чтобы здесь была территория чистая, а там пускай будет грязь. У нас ни у кого заездов здесь дополнительных нет. Но, видимо, барс-то у нас сейчас в моде, в понынешние времена. Есть такое замечательное слово «компромисс». У вас он возможен? Нет, вы хотите. Да, у нас возможен. Это сбор между двумя соседями. Поэтому компромиссы здесь не может. Позиция администрации Дзержинска в этом вопросе не ясна. С одной стороны, мэр Иван Носков выделил жителям деньги, чтобы установить еще одну горку на этой площадке. Но это было в 22-м году. А в 23-м приехала комиссия во главе с замом Ивана Носкова Глебом Андреевым и признала площадку самостроем и потребовала ее снести. В общем, на что ориентироваться не ясно. Вроде бы последние решения администрации снести, но, с другой стороны, мэр-то ранее площадку поддержал и даже денег выделил на ее развитие. А поддержка мэра важнее решений зама. В общем, жители написали видеообращение к губернатору Глебу Никитину и надеются, что он поможет найти компромисс.